Если вы делаете вот так вот, я буду соблюдать. Зачем? Вы должны понимать, что жизнь это лотерея. Мне может повезти, может нет. Чем больше я занимаюсь, тем выше мои шансы. И это все. Единственное, что мы делаем, мы стараемся поднять шансы наших студентов на выжимание. Еще какие-то вопросы есть по угрозам? Спрашиваем. Смотрите, после удара фас, скорее всего, он в конкурент после первого противника, Я буду повторять один и тот же удар. Я не стараюсь использовать широкий арсенал для того, чтобы просто погнакомить с ним и его противника. Это не результат. Задает результат. Я буду бить дальше. Один и тот же удар. В случае, если у меня один этот удар не прошел почему-то, у меня появится второй удар. Я его буду бить дальше. Потом мы снова вернемся к этому. Но я не хочу делать очень много технических. Чем больше у нас вариантов, тем дольше мы выпираем. Чем меньше вариантов, тем я быстрее успею среагировать. Поэтому у нас техника от ножа такая же, как и от пистолетов. Чем больше повторений, тем выше качество исполнено. Еще вопросы? Да. К сожалению, я боюсь. Любое его мотание ножом с поротник шелага. Или еще хуже в перебитке где-то здесь сухожилия и важный для нас. Даже на его пулак? Даже на его пулак. Я его кушу руку. Я не буду забирать. Если я пойму, что он уже в таком сумеречном состоянии, ему раз в три-четыре хорошо ударил пак, хнул его головой в ближайшую стену. Тогда, может быть, попробую. Но только в этом случае. Мы стараемся избежать травм. Потому что помогает один из принципов – это не получить травм. Прийти домой здоровым. Зачем мне забирать нож, если я сейчас относительно уверен здесь. Здесь в борьбе он мне в принципе, или вот эти отборы, прокатить его ручкой. Он мне не нужен. Я хочу отсюда как можно быстрее свалить. Я не собираюсь с ним драться. Я не собираюсь доказывать ему, что я сильнее. Я хочу решить эту ситуацию с минимальным ущербом для себя. Ножки всегда страшные. Человек с ножом, он заветно сильнее человека без ножа. Это просто. Поэтому, когда вы, не дай бог, встретились с ножом, в первую очередь постарайтесь не допустить эту ситуацию. Это важно. Превентивные меры самообороны. Как вы себя ведете. Часто вы оглядываетесь. Часто вы не замечаете. Ребят, которые уж слишком кристыми коматисты. Вот эти все техники, которые я показывал, вы очень сильно, извините, не хочу выражаться, но очень сильно пропустили момент. Подпустив себе человека за спину, дали ему достать нож и здесь. Он подошел и ткнул вас ножом в живот. Он не просто сюда телепортировался, правда же? Он должен был как-то подойти, положить машину. Я его должен был увидеть заранее. Эти техники, они предполагают, что вы уже где-то пустите. Если вы все сделали правильно, ситуация невозможна. Если вы любите поводу непонятного, мне просто не будет. Я на него посмотрю и уйду. Переведу сумку, положу руку на руку. Я буду готов к любому развитию событий, которые я предполагаю. Это может быть совсем по-другому. Может, мне нужно спросить, как пройти туда. Еще вопросы? Кроме вариантов убежать, другие варианты есть. Но не всех. Допустим, с моим весом убежать проблематично. Очень добить на вопрос, с пределом самообороны. Да. Это очень существенная ситуация. Гражданская версия Кравмага предполагает самое очень быстрое удаление с места происшествия. Почему? Потому что противник может прийти в себя. И с дракой продолжится глупо стоять. Если я ему дал деньги в пак, БУМ! Он согнулся и откладнулся. Пока он встанет, снова расплывается. Удаляемся отсюда как можно быстрее. И ваша задача выиграть себе временной демпфер, чтобы отсюда скинуться, потому что можно скорее. Если это не получилось по какой-то причине, постарайтесь сделать так, чтобы он не встал. Да. Это в случае, если он упал, если человек растянулся, то почему на суставчик. Любой сустав, кисть, локоть, голенистоп, колено, ваш хороший БУМ! Скорее всего сделает его инвалидом. Бежать за вами, он бежать. Замечательный вариант, заносить с тобой руку. Да, которая очень сильно волна. Вы просто слышите возможности и не знаете. Ещё вопрос. Если быстро убежать? Скажите, человек на адреналине, он не такие чудеса способен? У нас в начале каждой тренировки, как я люблю называть, самое эффективное оружие. Самообороны. Развернитесь. Развернуться и убежать? Не доводите, не надо идти на поводу противника. Если он вас выбрал, значит он уже имеет какой-то план. Он уже немножко на несколько шагов может даже вас сбежать. Вполне возможно, что вы у него не первый такой товарищ. У него уже есть определённый опыт. И поэтому, лучше всего не сбежать. Не смогли, делайте так, чтобы он больше не хотел никого резать. И потом снова убегайте. Если по какой-то причине, естественно, Свидетелей много. У меня получилось. Бам! Бам! Я захватил. Оп! Свидетелей много. Да. Называем скорую. Звоним в милицию. Говорим, я хотела попасть. Может, я тут делаю вопрос? Пора. Еще вопрос. Спрашиваем. Может, кто-то хочет попробовать? Попробуйте. Напасть или защититься? Нет. не нападает. Нет. В общем, не нападает. Не нападает. Давай попробуем. Те, кто знают о ножах, не нападают. Не, обычно нервные люди. Не, не уверены в себя. Может, это любви относительно нет. Относительно выяснилось. Сон артерии, ему хорошо confortно находиться. Ну, и пальчики делаю, не подняться. Но я готовлюсь в любой момент прижать к себе. Я прижал. Одно плечо уходит вверх, другое вниз. Сейчас я убираю в сторону. Был. Вылезли. И вниз. Да, в той же принципе. Нет, шутка. Вот это вот очень необязательно. Товарищ прокурор вот это вот не поймёт. Все кроме него поймут. Вы всегда решаете сами. Потом все бежать и будет в сторону, да? Что это бывает? Споткнулся, упал, ложный. В ту сторону. В ту сторону. В ту сторону. В ту сторону. Вылет. Вот он. Бам. Бум. Да. Ногой сюда. Бум. Да. Я сейчас попробую, а она побежит. Вот такой же чищи. Эту руку можно будет только промять с помощью всего веса. Дави. Сделать этот гимсл. Обзрыв. Ещё. Попробуйте. Нет.